МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Продолжение следует... 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 прибыл убыл поработал прибыл это сима приютил сама пришла цепи родила 6 щенков уже всем раздал щенка только одного оставил маленькую назвал настей не знаю прижилась кто-то сказал настя таки осталось на откликнулась так и осталось на вот лает не это другого другой чем это новый щенок уже как бы у них тут у всех этот не знаю запорожском направлении херсонском везде собаки маленькие больших не особо много типа овчарки тоже какой-то смесь тоже сам назвал сима сима привыкла уже почти этот больше полгода здесь очинилась а передовой они вообще помогают ну да в определенных местах не везде конечно в определенных местах помогают лают ну конечно даже есть есть собаки которые этот на любые звуки левые такие даже допустим квадрокоптер реагирует гавкать начинает если спросят там ты с откуда ты говоришь откуда с якутска я даже срочку служил меня никто закрыл за не воспринимал говорили якут потому что ну в армии при как я помню нету такого типа национальности по такого нету вот кто откуда допустим все он оттуда пусть секуте значит и код тут все друг друге заботятся тут нету такого типа деньги посчитать там ты мне должен типа такого нету таких этих нету братские отношения нужный момент когда стране потребовалась помощь наша чтобы мы защитили свою родину сплотились сплоченными может и за это у нас не победить и не понять нас спасибо но в основном это рэп рэп установки хоть хоть рюкзак хоть на автомобиль хоть просто наземный рюкзаки вот эти какие то есть но хорошие надо именно надо прям если конкретно кто-то хочет помочь надо прямо обсудить это какую желательно тепловизоры тепловизоры тепловизор хорошие тепловизоры на дальние расстояния чтобы не видно было качественно потому что как практика показывает инфареи вот эти вот были там 35 они как бы неплохие но бывает они прошивка с него сбивается и все больше не работает и кто-то чё как дальше с ней что делать это ночные приборы наказки вот эти тактические налобные ночные приборы тоже неплохо сокол бы неплохо было бы для эвакуации либо поменьше сокола какой-то что-то такое который не большой звук будет издавать допустим где допустим подкрасться надо чтобы туда вот трех соток утаскивать или обеспечение какое-то делать чтобы меньше меньше шума чтобы было по мере возможности конечно вот так будем рады конечно что дадите чем поможете с якутией в моей третьей штурмовой роте 64 гвардейской мотосилковой бригады около 40 человек есть в данный момент хочу привет передать матери не переживай мы все хорошо все отлично вернемся даст а вот саламу алейкум урахматуллахи в баракаха ну блин беги куб твиттен кемен кири улета барар он на 1 хорохоттигар куске бэлемлендер хорохоттигар омны куле салханом барат урар оттон волаттар бьер дуды лақтыр бэд баястар и устры позициях ахталар и негендан көрсердежа умуд ахсан нахтыр беги айталар бұл сатуртағыта хастағаны баталионтан зооттарты хомоллан келбет сүймердемед бөләх болаттыр күттті көрісті беткеннер бұл манды күрді көрсердегі құлғықтар онынан бүмінді арсаларын ауысталар мантын салды күхінгі күстік күлә алюміндер күстік күзендед бұл ұл қүшін біне қып туылы бар ұл алматын бұл birде Значит он отправил его как раз не прошло чтобы вы помните, который был соответствующим Но теперь что происходит? Земля было в состав каждом неделе Как у вас в состав? Он Virginens runners помните на Trinitiiii Это из-за этого нужно приезжать До данного дня покажу Но уже приезжает к нам Ты должен отказаться к нам? Сейчас боевую задачу сделать электронную Это оттуда А у вас есть? Сейчас приезжают в любви Если зелёные у тебя вырос, то у тебя нет Полная срочка? Ага. А это да? Там был юрик, он был срочкой. Ага. Ачармин тоже с Ускором. Ага. Полная срочка вот так. Полная срочка? Ага. Ага. Бастанк отрагбатых, айбер, 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 айбер. Айбер, айбер, айбер. Айбер. Что это? Айбер, айбер, айбер. Айбер тоже ловит, да? Ну, как бы собираемся установить, но тут что-то непонятно. Толовит не ловит. Как это называется? Усилитель? Нет, это не усилитель, ну это усилок вместе с Эхим. Как типа Wi-Fi, но только усилитель и Wi-Fi на время. Работаем, увидел, как ребята работают, так что уже привыкаешь, адреналин ловил. Боев-то мало идет, в основном копка, оборона и перемещение постоянное, мобильность решает жизнеспособность. Вот эти блиндажи, ну, когда мы приехали, они уже были вырыты, а мы только обустраиваем сейчас, потому что мы новый полк формируемся, меня прикомандировали с другой бригадой, и тут много новобранцев, как я понял, сейчас, да, и тоже там нескольких вот так прикомандировали, смешали с ветеранами, и чтоб молодежь училась, видимо, вот показывают, вот, ну, они смотрят и тоже повторяют, понимают, что мы что-то знаем, и это все быстро, быстро, как губка впитывают, короче. Молодые, ну, увидели же, молодых парней много, они быстро учатся, это хорошо, в будущем они намного сильнее будут, чем опытнее, да. Ты мобилизован в 22-м году, получается, да? Да, 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 29-го сентября. В отпуске был, после ранения только, ну, и реабилитация была, там где-то 3-4 месяца лечился, и в отпуск уходил, ветеранку получил, так что в этом плане нормально. Ранение прошло было? Нет, пулемет вот тут прошил, здесь, отсюда вытаскивали пулю, это я был тогда на Угледарском направлении, там было непросто, это была зима 23-го года, и вот я в штурм Амур попал, и мы штурмовали, там ранение было еще. Все, потом обратно меня перевели в бригаду, в батальон уже только, потом обратно в штурм, а потом сюда. Ну, вот так вот нас тасуют, меняют, чтобы мы, не знаю, как там решают, но, наверное, чтобы мы опыт передавали, наверное, скорее всего так, ну, и надеюсь, что это так, чтобы мы все обменивались опытом. Здесь уйдут? А приезжал мы? Нет, нет, здесь спокойно, спокойно. ПВО работает, все работает, нас берегут. Ко мне вот отец даже сам приезжал. Отец приезжал? Да, отчим, он приезжал, мне машину привозил сюда. Да, вы что? Да, она пока сейчас там осталась, в бригаде, потом надо будет забрать. Пикапа мне пригонял, с Благовещенск сюда, сам приезжал сюда. С ребятами, с земляками, с воткаться. Он как раз, батя Таттинский, все рады были, ну, удивились, потому что мужик красавчик, не побоялся приехал. У меня семья очень хорошо поддерживает. Мне только заговорят, не падай духом, говорят, всегда поможем, обращайся. Очень приятно мне это слышать всегда. Сил добавляет? Конечно, и понимаешь, зачем ты сражаешься. Дорогая мама, батя, три моих младших брата, Вячик, Дамир, Дулан, всем привет. Я тут. Со мной все хорошо. Май 23-го. Уже год месяц назад, да? Да. У тебя контракт, да? У меня контракт, я пошел по контракту. Посидел дома, новости посмотрел. Что-то маленько не то. Я подумал, что делать, а поехал. Сейчас семьи нет, как говорится, все большие уже, взрослые. Я как один. Я взял, да поехал. Главное, новости смотрел, да? Ну, новости смотрел, обидно было. Связь иногда тоже так. А потом я не любитель звонить, еще что-нибудь. Раз в месяц, два. Скажу, что живой, здоровый пока. Иногда было дело, что ищут. Уже мне звонить собираюсь, а я вовремя вышел. Потому что я не люблю так по телефону. Раз в месяц, да? Да. Ну, хотя бы неделю раз, наверное, надо звонить. Да. Узнают, если что. А тут как, спокойнее, да? Сейчас-то вообще спокойно. В том году, да, там. А сейчас вообще этот год такой тихий какой-то. А в том году что было? В том году постоянно беспилоты стреляли постоянно. Беспилоты летали. Нынче как-то уже в том году, с кем я приезжал, уже они сразу за двухсотились уехали. Ну, пока Бог мил, он еще живые ходит. А нынче вообще спокойно были. Или я привык, не знаю. Сейчас вот эти молодые на любой там, ну, когда собьют кого-нибудь, или там, где не грохнет, они с такими шарами выбегают смотреть, а мне это как-то, я и не слышу. Далеко, да, ладно. А сейчас что, дежурство, да, или что? Сейчас, да, вот сидим. Ну, в основном... Наблюдаете? Сейчас, да, за небом смотришь. Ну, это, в принципе, оно круглосуточно идет. Вот, ночью по два, по три человека могут быть. Ну, потому что так. А днем по одному. Ночью уже так выставляется кору, что, допустим, пароль уже говорится. Потому что ночью не видно же. Ну, ночью ночники выдают. Все, чтобы видно было. А сейчас и так нормально. Всем родным большой привет. Скоро приедем. Надеюсь, в отпуск хочется. Ну, ничего, будем. Приедем. Ждите. Добро пожаловать, Калбетим. Суббекаллаха. Банба гарантру. Он то, вот. Олат, олах, мобилизации не надо. Мобилизации не надо, а. А, да. Мы стали хвастами подскочить с хвастами. Там мы были в Запорожье, которые были в Сапурух, где они были в Сапурухе, и мы были в Сапурухе. Я не знаю, что мы здесь, где-то я живу в Сапурухе. Мы живем в Сапурухе. Это было. Это было. Это было. Атака была. Какие условия были? Какие условия были? Да, это было. Умирно. 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 Это был. Умирно. Умирно. Мы его там закачиваем. Умирно. Это маскировка, бериндаш, окопы, и души. Мы находимся в эту тупую динамику. Мы думаем, что приходится к ударам? Да. Завесить их плеве. Если ты будешь дать его трое, что вы его дали на окнатверд? Есть плево в этой тёпке? Да. Здесь она работает. Здесь они все хорошо. Каждый был важный раз, который был на миле. Каждый был важный раз, это сложный раз, да? Да, сложный раз. Один был на миле, еще был в улакане, есть улыбка, ни он, корма, onlar из меня, в области, улакан, улакан, и уже есть улаканские люди. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Я занимаюсь командированием в Министерстве Захарения Элдархан Урағана. Как вы делаете лидеры? Я занимаюсь командированием в Министерстве Захарения Элдархан Урағана. 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 Когда вы сделали Ремонт, послабили? ФьюрARRY Министерстве Захарения Элдархан Урағана. Коп Как вы думали, что вы думали? Они у нас, чтобы вы планировали, и член-то танки, и у меня есть они, и украшения, и украшения, и украшения, они сняли их. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Нахожусь как бы здесь с самого начала, с начала мобилизации. Как служба идет? Служба отлично. Все отлично. Сейчас занимаюсь дроном, как бы управляем, БПЛА. Ведем разведку в ночное, особенно время, потому что противник выходит в ночное время. Передаем координаты на опорный пункт. Дальше уже информация переходит на оперативный штаб. Ну, непосредственно там уже работает по ним артиллерия. Сейчас говорят, с той стороны очень много дронов стало, да? Да, у противника появилось очень много разных дронов. Это ФИПВ дроны. Они летают на очень разных частотах. То, что антидроновые оружия, они у нас имеются. Нам помогает республика. Но противники их часто модернизируют, меняя частоты. Что тем самым нам освожняет их глушить. Они это уже знают, да? Да, противник знает, какие у нас частоты на антидроновых ружьях. И они всегда меняют. Бывает, как бы запускают старые камикадзе, запускают. Мы их глушим, они падают. В метрах 300-200 метров падают. Сейчас также у противника появились новые камикадзе. Даже если ты его заглушил, подходит к нему боец, пытается его обезвредить. Но сами батарейки в них начиняют пластид в рюкчатку. Также есть камикадзе с датчиком движения. Допустим, дрон упал. Боец думает, что он его заглушил. Думает, что он его обезвредил, расстрелял его. Взорвалась у него батарейка. Но на самом деле датчик движения все равно остается целый. Также и тяжелый ударный дрон. Это гепсокоптер, баба-яга, вампир, который носит на себе мины 82-миллиметровые, также противотанковые мины. Особенно они летают ночью. А как с ними борются? С ними, да, мы с ними боремся. Противодроновые ружья. Бывают сейчас новые, мощные есть ружья, но они, к сожалению, очень дорогие. Помогают тепловизоры, очень помогают. То, что у нас была гуманитарная помощь с республики, министерство помогало нам. В ночное время всегда, у кого есть тепловизоры, всегда дежурный пост, воздушное наблюдение, он дежурит. И при обнаряжении сразу сбиваем, пытаемся сбить. Но противник бабу-ягу обшивает киваром, также железным листом дынище, чтобы мы ей урон слишком никак бы не нанесли. Но тем самым мы сбиваем. У нас вот буквально сбили две штуки бабу-яги, тем самым мы не допустили, чтобы она залетела к нам в тыл, в тувылые районы. Вместе вот с ними приехал, также и находимся здесь, со Средниковымска. Но у нас еще четверо, трое там на передке сидят. Я здесь пока один, со Средниковымска. Но нормально, все держимся. Все хорошо. Обязанность в чем? Обязанность в оператор, наводчик я. Навожу, стреляю. Ну, сейчас, в данное время, пока затишье, ввозим продукты, воду на передок. Ну, парням снабжение делаем. На эвакуацию обязательно. Выпускал в аренду? Да, в прошлом году ездил. Ну, в ноябре. Так, нормально. Средник Колымский помогает? Да, все, хотел спасибо сказать. Вот недавно проезжал Алексей Сивцев. Молодец, спасибо. Ну, приятно, когда заезжают. Земляки, спасибо за помощь. Пишут, звонят. Все нормально, все хорошо. Как это? Как это только, как они стали? Как они стали? Из-за того, как они стали... В этом году, как они стали? Я был ребенок. Наверное, все, что он вашей течень. Как вы делаете? Тогда выckerť неудобно? Да, да. Меня зовут неудобно. Но это неудобно. Как вы делаете в длину? Нет, это неудобно. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok